На территории Чувашии ограничено посещение лесов. Такое решение приняли сегодня на заседании Кабинета министров. Кроме того, правительство республики утвердило отчет об исполнении республиканского бюджета и перечень госпрограмм, которые будут финансироваться из местной казны. Консолидированный бюджет за первый квартал 2015 года исполнен по доходам в сумме 10 миллиардов рублей. По собственным доходам, налоговым и неналоговым поступлениям, республиканский бюджет исполнен на 8 миллиардов. Как сообщила исполняющая обязанности министра финансов Фрида Муратова, в первом квартале этого года зафиксировано снижение поступлений налога на прибыль организаций. Общая сумма поступления собственных доходов повлияет на спад поступлений на налог на доход фитлиц на 8,3%. Налог на доход фитлиц поступает в объем 70% в республиканский бюджет и 30% в местные бюджеты. Поступление налога на прибыль составом 1,533 миллиона рублей ниже уровня прошлого года, первых кварталом 12,5%. Поступление акцизов идет с ростом к уровню прошлого года в целом на 13,3%. По данным Минфина, поступление налога на доходы физических лиц снизилось почти на 5%. Меньше всего их собирают в Шумерлинском, Марпасадском районах и в Чебоксарах. Сейчас совместно с налоговой службой созданы комиссии, которые напрямую работают с работодателями, которые сократили выплаты. Отдача от работы таких комиссий есть. Налогоплательщики, то есть налогоги агенты, перечисляют НДФЛ. Но практика работы показывает, что все-таки идет сокрытие, выключены зарплаты, неполное перечисление НДФЛ. Работу в этом направлении нужно будет усилить. Мне кажется, здесь с муниципалитетами, с налогами надо во втором квартале здесь работу сосредоточить более точечно, так как у нас отстают и земельные налоги, я так понимаю, организация все-таки платит его с отставанием. И по НДФЛ пробелы есть. При инфляции почти 12% за прошлый год мы имеем не рост НДФЛ, а снижение. Это говорит о том, что реально сократилась зарплата, или, как вы сказали, идет сокрытие до невыплата численно НДФЛ. По завершении отопительного сезона предприятия ЖКХ начинают сразу же готовиться к новой зиме. Минстрой Чуваший подготовил перечень мероприятий по подготовке объектов к холодному времени года. Предприятиям ЖКХ и ТЭК также необходимо в полном объеме провести запланированные работы, то есть осуществить замену или капитально отремонтировать 54 изношенных котла, заменить около 15 километров ветхих тепловых сетей, более 13 километров ветхих водопроводных сетей и осуществить гидропанимонатическую промывку и опрессовку на квартирных жилых домах, централизованной системой отопления. Все подготовительные работы необходимо провести до 15 сентября, а до 1 октября создать запасы топлива, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение теплом и электричеством жителей Чувашии. На все работы необходимо почти 2,5 миллиарда рублей. У меня не возникают сомнения в плане технической подготовки, но в плане погашения задолженности здесь нужно, конечно же, работу активизировать. За тепло вроде долги остались на том же уровне, а за газ возросли почти на 50%. То есть, по идее-то, получается, и организации, и население за тепло платят, в общем-то, ну, по крайней мере, не нарастили за должность значительно. Значит, расчеты идут в жилищно-коммунальном хозяйстве со сбойами, так получается? Есть проблема, да. Там, где напрямые платежи перешли, как бы нет таких особых проблем. Там тенденция к уменьшению, она идет. И вот у нас остаются те муниципалитеты, где работают напрямую. Это АЛЛАТР, вот так же КТИС, Шумерли, МОК Теплоэнерго, значит, КАНАШ, вот, который мы сегодня будем с вами обсуждать. И коммунальные технологии, конечно. На заседании члены правительства также утвердили порядок предоставления возможности временного проживания в интернатах детям-сиротам старше 18 лет на бесплатной основе. В республике два детских дома, где функционируют службы постинтернатной адаптации выпускников. Созданы условия для временного проживания, приближенные к семейным. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. Расиль Мухаммедов, Республика.